Москвариум на ВДНХ, как и сам ВДНХ, можно определенно назвать одной из главных достопримечательностей Москвы. Здесь можно посетить различные залы, разбитые по тематикам, также уникальные водные шоу с участием морских животных. Всего в этом водном парке представлено около 12 тысяч обитателей. В этом выпуске давайте с вами посетим это место, попробуем разобраться, как туда добраться и что ожидать внутри. Я вбил в навигаторе Москвариум, нас привело к ВДНХ, к парковке. Для того, чтобы проехать на территорию, нужно заплатить, как выяснилось, 1200 рублей. И у них парковка не за час ты платишь, а сразу же за въезд ты платишь 1200 рублей. Имейте в виду, для парковки это не дешевое удовольствие. Мы выехали оттуда, с территории, отъехали минут 5. Здесь есть торговый центр недалеко, я не знаю, какой мы так, на ощупь искали. И здесь есть парковка перед торговым центром, забитая вся напрочь. И дальше идет платная тоже парковка, можно за 300 рублей припарковаться. Но нужно идти, идти, я думаю, минут 15-20. Само посещение Москвариума мне обошлось в 2800 рублей. Это стоимость семейного билета на двоих взрослых и двоих маленьких детей 2,5 лет без стоимости водного шоу. Если бы я посетил само водное шоу, то мне пришлось бы отдать 8200 рублей. Для сравнения, есть океанариум в Крокус-Сити. Стоимость семейного билета мне обошлась в 2000 рублей. Также из преимуществ Крокуса определенно можно назвать парковку. И вы можете оставить машину прямо возле океанариума. Конечно, неоспоримым преимуществом Москвариума является возможность посетить уникальное водное шоу, где вы сможете увидеть и моржа, и морского льва, и касатку, и дельфинов. Москвариум также уникален тем, что здесь есть центр плавания с дельфинами. Здесь также проходят различные лекции, тематические экскурсии, квесты, мастер-классы. Каких еще морских обитателей вы сможете здесь увидеть? Нерпы, угри, осьминоги, скаты, акулы, выдры, медузы, черепахи, пираньи, осетровые, крабы и многие другие. Конечно, одними из главных объектов, на чем строится весь пиар Москвариума, являются касатки и дельфины. Если вы не захотите выкладывать круглую сумму за шоу, то есть маленький закуток, куда заплывают дельфины. Посмотреть, скажем так, одним глазком на них у вас получится. Но ощущения от этого такие, как будто вы подглядываете в замочную скважину одним глазком. Да, на территории океанариума есть множество кафе, но еда, честно говоря, не очень. На выходе есть шоколадница и там, наверное, самый достойный вариант для перекуса. Если вы едете на метро, то имейте в виду, что от метро ходят бесплатные автобусики. Если у вас есть возможность, то посетите Москвариум в будний день, потому что цены на входной билет ниже, а посетителей меньше. Кто знаком с самим ВДНХ, тот знает, что на территории есть множество прикольных детских площадок, где дети могут лично поразвлечься. Рекомендую заложить еще дополнительно время, чтобы дети могли побегать и поиграть на площадках типа Космос. Ну и, наконец, заключение. Весь поход мне обошелся в 5,5 тысяч рублей на семью из четырех человек, два взрослых и два ребенка 2,5 лет. Также эта стоимость включает парковку и какое-никакое питание на территории Москвариума. Посещение шоу с косатками и дельфинами в эту стоимость не входит. Пообщавшись с людьми, которые были на шоу, я получил неоднозначные отзывы. Кто-то говорит, что шоу очень короткое и цена слишком завышена. Но я судить не возьмусь, хорошее шоу или плохое, так как мы его не посетили. Если же вы были на шоу, то буду рад вашим отзывам в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!